Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня, 19 января, день памяти цалантливого русского поэта Николая Михайловича Рубцова. Жизнь и судьба Николая Михайловича тесно связаны с городом Архангельском и Архангельским троллфлотом, где он трудился кочегаром. Сохранились документы и фотографии, рассказывающие об этой странице его биографии. Часть этих документов находится в музее Архангельского троллфлота. Имя Рубцова присвоено одной из школ города Архангельска. Творческое наследие поэта является частью мировой художественной культуры. Значение творчества Николая Рубцова огромно. Его стихи не только заставляют задуматься о месте человека в мире, о смысле человеческой жизни, но и позволяют проникнуться особым настроением, дают возможность забыть о суете повседневности и задуматься об истинных человеческих ценностях. Предлагаем вам программу онлайн мероприятий, посвященных Николаю Михайловичу Рубцову. В программе принимает участие библиотека номер 17 города Архангельска, Емельский краеведческий музей, Рубцовский центр города Санкт-Петербурга, библиотека имени Рубцова Невской ЦБС, город Санкт-Петербург, музей Николая Рубцова в селе Никольском и Александр Николаевич Хаймусов. В программе видеовыступления и песни на стихи Николая Рубцова. А откроет нашу программу выступление писателя, морского историка, члена Вологодского союза писателей-краеведов и Русского географического общества Владимира Петровича Лопачева. Владимир Петрович расскажет о трофлотовском периоде жизни Николая Рубцова. 3 января литературная и рубцовская общественность будет отмечать 85-летие Николая Михайловича Рубцова, известного русского поэта, лирика, нашего земляка, который родился в Йемицке. С чем же связывала Рубцова, значит, Архангельская земля? И кто мог знать, кто общался с Рубцовым? Вот такой, этот вопрос всегда интересовал меня, поэтому спустя много лет после его смерти уже никто этой темой до меня не занимался, исследованием страниц трофлотовского периода жизни, но я решил заняться. Ну, конечно, прошло очень много лет, 50 лет, 19 января будет 50 лет со дня трагической гибели Николая Рубцова. Большой период, не стало уже многих людей, кто общался, кто знал его, кто любил его стихи, но тем не менее еще удается найти какие-то новые странички жизни Николая Рубцова. Ну, и я занялся исследованием, во-первых, периода с июля 1952 года по июль 1953 года, когда Николай Рубцов приехал поступать в Архангельскую рыбопромысловую мореходную школу, и не поступив туда, ну, по разным причинам он не поступил, хотя сдал экзамены неплохо, но там, значит, было обстоятельство, он повздорил с комендантом училища Шуркова, и его просто вычеркнули из списка значительных, поэтому он не попал. И вот как рассказывали друзья, ну, не друзья, а, так сказать, абитуриенты, его коллеги Капуста и Заревин, которые впоследствии закончили эту мореходную школу, стали старшими механиками известными на флоте, как они рассказывали, не поступив в мореходку, он пытался как-то еще удержаться, даже вместе с зачисленными сабитуриентами ездил в колхоз на уборку картофеля, но, к сожалению, его не зачислили. После этого перед ним стал вопрос, куда дальше пойти, чем заняться, ну, а поскольку он общался при поступлении уже с людьми, с моряками травмфлота, с курсантами, которые были постарше на год, в частности, с Виталием Петровичем Соболем, вот, значит, он решил остаться, поступить, работать в Архангельский травмфлот, и решил остаться в Архангельске, на рыбацкой фактории. 15 сентября 1952 года он был зачислен в число работников 2-го флота кочегаром 2-го класса или подручным кочегаром, угольщиком. Был направлен на РТ-20 Архангельс, где капитаном был Костин Григорий Петрович. С этим капитаном он проработал почти полгода, а потом пришел в январе месяце другой молодой капитан Шильников Алексей Павлович, и он продолжил свою деятельность. Конечно, эти корабли, на которых довелось ему работать, в частности, РТ-20 Архангельс, он был построен в 1929 году в Кенигсберге, и мало были они приспособлены, не было там даже бани, были ограничения в воде, в пресной, ну и моряки, рыбаки жили не только в каютах четырехместных, но и был там кубрик, общий кубрик большой. Трудно пришлось работать на таких судах, и как говорили старые моряки, что это адский труд был, тем более, что работать приходилось Рубцову сначала в кочегарке, возить там уголь из бункеров, из резервного трюма в кочегарку, возить уголь на тачке, а потом выходить при хороших уловах, он приходилось выходить на уборку рыбы, помогать, а на палубе там дождь, снег, ветер, то есть из огня в полымя как бы он попадал. Поэтому 16,5 лет в этом возрасте он совершил большой подвиг, потому что многие, те, кто приходили в Травфлот, допустим, в 1953 году, после амнистии, они просто не выдерживали такого напряженного труда и говорили, что мы так даже, так даже на каторге не работают, как у вас в Травфлом флоте по 16 часов. Но Рубцов, тем не менее, выдержал все это. Судно РТ Архангельс при возвращении в Архангельс весной 1953 года попало в тяжелые льды в горле Белого моря, и у острова Сосновец было затерто льдами. Там их сутки вместе с льдами таскало корабль туда-сюда, значит, был поврежден Баллер, винта рулевая группа была повреждена, но, тем не менее, они успешно выбрались с ледового плена и пришли в Архангельс. Но после этого происшествия, значит, судно потребовался ремонт. Поэтому корабль в конце мая пошел в Мурманск и прибыл туда 2 июня, а не все моряки хотели в летний период где-то там находиться на ремонте в Мурманске, когда семьи в Архангельске, и, в общем-то, в летнее время моряки имели больший санс заработать в море при хорошей промысловой обстановке. Поэтому кто-то не вышел в рейс, да и экипаж был сокращенный. Но Рубцов вышел в рейс, и когда они пришли в Мурманск, то капитан Алексей Павлович Шильников предложил ему поработать не только угольщиком, но и еще заменить повара и матроса-уборщика. То есть, как бы, капитан думал о том, чтобы не было очень много лишнего времени у Рубцова, чтобы он не было никаких соблазнов ходить на берег лишний раз и все прочее. Поэтому, значит, Рубцов исполнял три должности. Документы по этому случаю подняты и по зарплате, и все, значит, у меня найдено все. Ну, проработал он до 22 июля 1953 года и принес капитану заявление на стол. 27 июля Рубцов рассчитал со Стравового флота, и сам капитану он сказал, что будет поступать учиться на механика в мореходку, но, к сожалению, для всех стало неожиданностью, что он оказался в Кировском горном техникуме и был зачислен на Максейдерское отделение. Там он поручился полтора года, а потом тоже техникум бросил и уехал в Ленинград, к брату, к старшему брату Альберту. Что хочется сказать? Ну, откуда любовь у Рубцова к морю взялась? Он много читал художественной литературы в школьные годы, поэтому уже как бы заочно влюбился в море и решил стать моряком. И у него в стихах есть стихи «Начало любви», там, значит, есть такие строчки. «Я влюбился в далёкое море, первый раз постречав моряка». В стихотворении он рассказывает, как в деревню приехал моряк с Северного флота, и он с ним познакомился, со своими друзьями, значит, и слушали рассказы моряка. В стихах Рубцова есть такие строчки. «Ой, вы, северные моря, юность моя, траллфлот». Ну, к теме моря на протяжении всей жизни Рубцов возвращался, и были в стихах и такие строчки, «Как важно верить с самого начала, что из тебя получится моряк». И вот в стихотворении есть, в одном стихотворении есть четверостишие. «Я труду научился на флоте, и теперь на любом берегу, без большого размаха в работе, я, конечно, прожить не смогу». Эти строчки стихов Рубцова говорят сами за себя, говорят о том, что ему пришлось пережить при работе в травлом флоте в тяжёлых условиях. Ну, ещё общался он в травлом флоте, допустим, с такими людьми, как Гаранин Василий Захарович. Это был матрос сначала, потом босс он. Их пути пересекались ещё на военной службе на Северном флоте. И Николай Рубцов рассказывал Василию Гаранину о своей работе в травлом флоте. Тот загорелся желанием после военной службы, после демобилизации, тоже пришёл в Архаментский травлом флот. И последние годы он работал боссаном на ПСТ. Мне довелось в то время исполнять обязанности капитана, а он, Василий Захарович Гаранин, был боссаном. Ну, а раньше наши пути пересекались ещё в 70-х годах, в 72-й. В 72-й по 74-й год, когда я ходил ещё вторым штурманом на РТ-54 судак, 54 судак, Василий Захарович был у меня старшиной передовой вахты судна. Кто ещё тут вспоминает, значит... Ну, я уже вспоминал, говорил о том, что он познакомился с Соболевым, с курсантом. И вот с этим Соболевым Виталием Петровичем он поддерживал отношения до последнего. И последний раз он с ним встречался в 1970 году, когда приезжал сюда на выездное заседание в Архангельск, приезжал в октябре месяце на выездное заседание Союза писателей Российской Федерации. К великому сожалению, значит... Когда делегация Вологодского Союза писателей приехала в Архангельск, в числе других 30 писателей России, в гостинице «Двина» произошёл инцидент, и Сергей Михалков, который возглавлял проведение этой, значит, писательской конференции, решил отправить за этот инцидент, произошедший с инструктором отдела культуры ЦК КПСС, которая сделала Рубцову замечание, что он там в позднее время шёл по коридору, громко разговаривал, и Рубцов тоже грубо ей ответил, нагрубил, и когда всё дошло до Михалкова, он просто распорядился отправить его обратно в Вологду. Но отправить не получилось, потому что билеты уже были взяты на обратную дорогу, Рубцов остался здесь, но тем не менее после этого инцидента он на заседание Союза писателей не пошёл. В этот же момент у него произошла встреча с Пановрёвым Борисом Семёнычем, который был директором Северо-Западного книжного издательства. И он однажды пришёл к Пановрёву прямо домой узнавать судьбу своих стихов, которые он послал ранее, но их не напечатали. Борис Семёныч возмутился, говорит, что же ты там написал, я умру в крещенские морозы, да нас просто не поймут. Ну и вот тоже вышел у них спор с Борисом Семёнычем, прямо, о котором жил в Бабкомовском доме, прямо в квартире Пономарёва. Есть свидетели этого, значит, случая, которые рассказали. Они живы до сих пор. В книге у меня, которая вышла книга, значит, «Юность моя Трофлот», там подробно обо всём рассказано. Знал Рубцова и капитан Травового флота, который, Рашев Алексей Егорыч, который поступал в одном потоке с Рубцовым, только не на механико, а на судоводителе. Ну и в дальнейшем стал капитаном дальнего плавания, известным зверобоем и любителем поэзии Рубцова. Встречался ещё Рубцов с таким Трофлотовцем, с басловиком Николаем Георгиевичем, который тоже закончил рыбопронсловую школу мореходную и работал старшим помощником капитана в Трофловом флоте. Они не раз встречались. То есть в книге читатель может найти много интересных материалов о прозлотовском периоде жизни. Редактор субтитров А.Семкин